Один подвижник как-то сказал из-за злобы люди распяли своего Бога и еще обиделись на Него. Действительно, когда пытаешься проникнуть в сердцебину человеческих жизней, в свое сердце, то иногда приходишь в ужас сколько там непотребства зависти, злобы, ненависти. И чаще всего, когда вроде бы время спокойное все это внутри не так сильно выпячивает нашим характером. Но когда мы оказываемся в каких-то нестребальных ситуациях, когда нужно быть самим собою, даже помимо нашего контроля нервной системы, то, конечно, все то, чем человек подчас живет, оно бурлит, выпрыгивает наружу, разрушает самого человека и разрушает тех людей, которые оказываются в его окружении. И, конечно, все это мы понимаем, из-за чего человек всегда должен думать о самом главном, что есть в его жизни, ставить при собой самые важные задачи, которые нужно решить на протяжении нашего такого коротковременного пребывания здесь на земле. Но этого пребывания так значимого для нашей вечности. И, конечно, мы понимаем, что все это поселилось в нашем сердце из-за того, что человек из самого начала, на заре появления человеческой цивилизации человек почему-то полюбил больше не самого Бога, а полюбил грех. И в течение времени грех развивается в человеческом естестве. И вот если мы в таком техническом отношении видим некий прогресс, что-то вроде улучшается для жизни внешней человеческой, для комфорта человеческого, но, к сожалению, этот прогресс происходит и в душе, но это прогресс в обратном направлении. Прогресс греха. Грех со временем видоизменяется, усложняется, появляются некие уже изыски греха. И, конечно, каждый человек, который думает о своем спасении, должен разобраться прежде всего с самим собою для того, чтобы ответить на протяжении своей жизни на ту бесконечную любовь, которую проявил к нам сам Бог. Бог, который создал человека и который не отрекся от нас независимо от того, что мы с самого начала от Бога отреклись и сколько раз на протяжении нашей жизни мы отрекаемся от Бога. Может быть, не прямо, словесно, но сколько таких отречений бывает даже в повседневном, потому что если мы любим грех, значит, мы не любим Бога. Любить Бога, любить грех невозможно одновременно, потому что душа простая, она не может делиться. Она не привязывается к Богу, не привязывается к земному, как к греху. И вот это как раз и зависит наша будущая участь, потому что Бог нас будет судить не потому, что Он будет суммировать наши грехи на протяжении жизни сделанной. Бог будет нас судить только потому, что мы не сможем Богом жить. Его бесконечная любовь нас будет сжигать, если мы полюбим в этой земной жизни не Бога, а грех, а значит, полюбим носителя греха, источника греха дьян. И для того, чтобы человек пришел в состояние в себя, Бог берет на себя человеческую природу, проявляет на протяжении своей земной жизни, короткой такой, бесконечной милости к тем людям, которые были рядом с Ним. Сколько чудес, сколько любви люди почувствовали на себе от Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога, ставшего истинным человеком. Иисуса Христа, но, к сожалению, вот люди настолько вжили с грех, что на эту любовь они ответили злобой. и не просто злобой, а злобой, которая реально реализовалась в крест страдания. ведь удивительно, как люди хотели распять своего Бога, как Ему не оставляли ни единого шанса, чтобы Он не был распят, хотя мы знаем, что Бог Сам изводил пострадать на Христе, но в спасении человеческом всегда очень важно соединение Божеского и человеческого. Конечно, хотением Божьим явится крест Господний, но сколько вины самого человека в этих страданиях Христа Спасителя. И действительно, злоба человеческая настолько концентрировалась в это время, как наверное всех времен от начала и до конца. Вот у нас концентрировано именно в этот момент на Голгофе. И когда прочитываешь Божественное Евангелие, ты понимаешь, что вот как все соединено было. Ведь Бога не просто судили одним судом. можно сказать, что Христос претерпел троятый суд. Его судили духовные руководители иудейского народа через Синедрио. Это суд духовный. Его судила государственная мласть в лице Пилата. но Бога еще судила толпа. Это тоже суд толпы, которая низкого кричала «Разми, Разми, Немо!». Действительно суд духовный и был инициатором страданий Христа Спасителя, потому что именно книжники и порисеи вот эта духовная знать, которая входила в Синедрион, этот законодательный орган и исполнительный орган, который независимо от того, что Евгия была в то время в подчинении Римлян, но она пользовалась определенной автономией. Вот в вопросах религиозной жизни Римляне все оставили на суд Синедрион. И вот фариси книжники первосвященники использовали этот момент. Они уже не могли терпеть любовь Божию. Они почувствовали, что из-за Христа они могут потерять влияние над своим народом. И вот они начинают ухищряться, а как найти причину, а Бог не дает причины его арестовывают. И вот они начинают даже те принципы, которыми жил тогда Синедрион, они разрушают его. Когда читаешь Евангелие, видишь, как попираются права, как мы сегодня сказали, права человека. Ведь Христа арестуют без предварительного обсуждения и изыскания, что запрещалось. Чтобы человека арестовать, надо иметь основание, а это основание появляется, когда есть предварительное какое-то суждение. Христа судят ночью, что тоже запрещено. Судить человека на смертную кассу ночью невозможно. Христа приводят на суд Анне, который, как мы знаем, не был на то время первосвященником. его до этого сняли с этой должности, а первосвященником был его зять Каиаку. Но тем не менее, Христа приводят на суд сначала к Анне, попираясь опять же принцип судочинства того времени. И духовные руководители понимают, что вот Синдерем мог судить человека, но наказ смертную не мог. Нужна была санкция прокурата. Вот хитрость глоба первосвященника, она такова, что его заедрение осуждает за богопульство. То есть основной принцип осуждения в том, что Христос называется Сыном Божьим и говорит, что он равен Богу. Христос говорит, что он разрушит храм, говоря о своем теле, они утверждают, что Христос говорит о разрушении Иерусалимского храма. То есть Синдерем осуждает Христа спасителя на смерть из-за религиозных принципов, но когда приводят Христа к Пилату, они понимают, что Пилат не будет разбираться в религиозных вопросах и в день. Этого недостаточно для смертной казни. И когда Христа приводят к Пилату, они что говорят? Этот человек возмущает народ, он запрещает давать, подать кесарю, он называет себя Христом Мессием Царем. То есть они утверждают то, что Христос претендует на власть, а власть только в Риме. Но Пилат с одной стороны он очень был жестоким человеком, как описывают историки, но он не был глупым человеком. Да, он был малодушным человеком. Он как любой человек при власти, который находится в подчинении, он держит взор на ту власть выше. Он боится сделать даже правду, которую могут извратить и донести кесарю, тиверью, не так о нем. Но Пилат пытается разобраться, и он увидел этого человека, Христа, спасителя, действительно язычник, вот эти слова, все человек, когда он произнес, он по-настоящему увидел, что это есть образец человека. И он понял, что этот человек не претендует на земную власть. Он пытается найти какие-то возможности Христа вывести из этого приговора, и сначала он когда узнает, что Христос проповедовал также Галилею, вспоминает, что Ирод, Антипа тоже в это время находится в Иерусалиме. И он пытается как бы спихнуть свою ответственность на Ирода, он не может принимать это решение о смертной казни. Он посылает его к Ироду, пусть он разбирается. А у Ирода была такая власть. Если человек был калилеаном, он мог его осудить на смерть. Но Ирод с одной стороны узнал о Христе, он сначала подумал, как мы знаем, что это возможно воскрешить Иоанн Креститель, которого он усекнул. С другой стороны, он знает много о Христе, по слухам, и он хочет увидеть какое-то чудо. Он не пытается разобраться, в чем суть обвинений Христа Спасителя. Но когда Христос понимает, что на него смотрят просто как на чудака, который может сейчас что-то такое сделать, Христос просто молчит, смиренно молчит. И тогда Ирод одевает Христа в белые одежды, с одной стороны, говоря о том, что они находят в нем никакой войны, а с другой стороны, эти одежды обозначали, что это простец, на него не стоит обращать внимания, и возвращает Пилату. И вот эта государственная власть, власть Пилата, она вроде сильная иудея, но в то же время, вот когда он пытается как-то вывести Христа из этого осуждения, но все же не находит в себе силы, потому что фарисеи говорят, если ты его отпустишь, значит, ты не друг кесаря. Это означает, что Пилату это грозит как минимум снятием с его должности, но если еще узнают там в Риме, что он покрывает преступников государственных, это, конечно, грозило еще каким-то более серьезным последствиям. И вот когда Пилат пытается как-то Христа оправдать, он вспоминает также о том, что каждый год в пасхальный период он может использовать такую возможность от одного из заключенных в тюрьму он может выпустить на свободу. И он говорит, хотите, я отпущу вам в эту Пасху Христа. Парисеи испугались, нет, не Христа, вора, действительно вора спойника. И вот здесь включается вот этот третий суд, суд толпы. Наверное, у ферисеев были какие-то свои люди, которые среди народа научали их, что нужно сейчас говорить. Сегодня дешевле проще делать. Сейчас все запускается через интернет. Очень быстро через определенные сайты. Любая ложь может стать в кавычках правдой. И вот толпа, которая совсем недавно, несколько дней назад кричала в благословение Грады во имя Господне, те люди, которые были облагодетельствованы Богом. Вот сейчас, наверное, что-то они получили от слуг первосвященников, это духовные знаки, какие-то премии. И они сейчас кричат истово «Разми, Разми его!» То есть действительно эти слова подвижника, люди по своей слобе распяли свое Бога, но еще обиделись на Него. Бог стойко сделал добра человеку даже в этой земной жизни. Там, наверное, были и те слепые, хромые, которые были исцелены Христом Спасителем. Вот как страшно, если и они кричали «Разми, Разми его!» Очень важно, дорогие братья и сестры, когда мы пытаемся осознать эту Божественную любовь, Божественную Богу, который изливается на нас бесконечно, делать это не для того, чтобы кого-то осудить, а для того, чтобы немножко проникнуть в сердцевину своей жизни, попытаться разобраться с самим собой. Именно это Церковь учреждает Великий Пост, который постепенно уже проходит. Остается всего одна неделя, и мы войдем в Страстную Седмицу. И каждый воскресный день мы, кого была возможность, приходили сюда в вечернее время для того, чтобы помолиться в распятом в Рисус Спасителе другим окажестным пением, для того, чтобы Господь помиловал нас той силой, которая есть только у Него, чтобы мы могли очистить свое сердце каким-то образом, только Божьей благодатью, чтобы было уничтожено эти злобы, ненависть, которые там сидят у нас. и которые неприятны нам, потому что мы хотим быть с Богом, мы хотим и здесь быть в этой божественной теплоте, благодати Божией и той теплоте, которая перейдет с нашей душой в вечность. Поэтому постараемся, дорогие братья и сестры, своей жизнью не распинать своего Бога. будем молиться, чтобы Господь помог нам прожить в это сложное и сложнейшее время. Не каждое поколение проживает то, что мы с вами переживаем. Это просто выжить. Но не просто выжить, а остаться человеком, человеком с теми задавками, которые вложил человек в вечерскую правду сам Бог, остаться образом и подобием Божьим. уметь любить, терпеть, быть сострадательным, не ознавляться, не стать элементом толпы, чтобы даже иногда не понимая того, мы не стали орудием тех сил, которые борются с церковью и с Богом. а для этого нужно просто жить в церкви, исповедоваться, причащаться, как можно чаще быть парами Божьим. И тогда благодаря Божьим те божественные энергии, они сами будут нас охранять, очищать, преображать, спасать для того, чтобы мы были по-настоящему детьми Божьими, теми детьми, ради которых Господь пришел на эту землю, стал одним из нас, принял на Своей раменом все наши грехи для того, чтобы нас вытащить из этой греховной ямы и садил от нас участниками Божественной Трапезы невещением Царствия Христовом, которого никогда не будет конца вовеки. Аминь. Спасибо.